Бюджет Орловской области на следующий год депутаты облсовета в пятницу должны были принять в последнем чтении. В следующем году объем расхода власти планируют уменьшить более чем на 50 миллионов рублей, а доходы наоборот увеличить. Нужно отдать должное финансовому блоку правительства. Ко второму чтению существенно доработан бюджет. Мы понимаем, что исходили из реальных возможностей региона. Депутаты других фракций мнения КПРФ не поддержали. Понятно, что это бюджетовое изживание. Он, наверное, один из самых, как бы сказать, проедаемых бюджетов в нашей стране. Мы всем сестрам пытаемся дать по серьгам, чтобы и учителям, и здравоохранению, всем. Спор между коммунистами и другими депутатами возник и по теме субсидий депутатам для покупки квартиры. Коммунисты уверены, финансовые поблажки народным избранникам не положены. Лучше дать служебную квартиру. Попользовался – уступи другому. Вот и все понятно. Жилье тоже деньги стоит. Бесплат не дает его никто. К тому же нововведение коснется лишь депутатов нового созыва. Нынешние народные избранники жильем обеспечены. Из депутатов, которые работают сейчас на постоянной основе, все имеют в собственности жилье, и никто из них не может претендовать на получение субсидий. Речь идет только о депутатах, которые нового созыва могут работать. Только вот таким образом. По закону народные избранники в Орле не проживающие должны снимать квартиру за государственные деньги. Субсидия эти расходы существенно снизит. Та компенсация, которую субсидию мы даем, она идет, во-первых, не более 20 метров, который положен. Во-вторых, если он имеет площадь, вычитается норматив этот. То есть максимум, чем мы рискуем, это от 400 до 600 тысяч. На этом, пожалуй, споры и закончились. Ряд социальных законов приняли сразу в двух чтениях. К примеру, вместе с инфляцией будут расти ежемесячное пособие на ребенка, единовременная выплата при рождении третьего и последующих детей и ежемесячное пособие для многодетных семей. Екатерина Игнатюк, Владислав Гапеев. Для программы Оперативный эфир.